Уважаемые друзья, я сделал тандыр. И вот эта длина, которая время от времени меня накрывает, это как раз из моего тандыра, который разгорается. Я сделал его вот этими самыми руками. И не просто сделал, а бы как. Я обобщил весь опыт, который я почерпнул из ютуба, из литературы, интересовался в старожилов, интересовался узбекам. И вот я считаю, что я сделал нечто лучшее, усредненное лучшее, которое только нашел. И теперь в своих роликах я буду показывать вам, как я готовлю на нем лепешки и самсу, хачапури и перепечки, нежнейший шлашнычок и запеченное мясо, домашний хлеб и копчености, Томленные первые блюда и все то, что напридумает моя фантазия, при том, что осуществить мои самые необычные кулинарные изыски, возможности тандыра позволяют в полной мере. Я покажу вам весь процесс изготовления от А до Я, но и это не главное. Я также покажу вам шоу, как я за три часа построил демоверсию, работающий пробный вариант тандыра, сварил на нем украинский кулиш, запек курицу и вдобавок напек на нем узбекских лепешек. Повторяю, это всего лишь за три часа. И такой тандыр доступен всем без исключения, потому что бесплатно, из бэушного красного кирпича. Материала отснято много и я пока не знаю, на сколько роликов он растянется, но постараюсь быть предельно кратким, чтобы всем было интересно. А сейчас я на чужом ролике из канала «Окно в Европу» на чужом примере расскажу, как не надо строить тандыр, чтобы не наступить на те же грабли, что и авторы ролика. Не влететь на те деньги, на которые влетели они. В общем-то понапрасну. Поразительно, но они даже сейчас не осознают то, что они сделали те же ошибки, которые делают 9 из 10 начинающих тандырщиков. А пока вы внутренне возмущаетесь на меня, почему, мол, это я домахался к людям за такой классный красавец тандыр, я предлагаю посмотреть в корень проблемы. Представьте себе ситуацию. Вы встречаете старого знакомого, и он весь из себя такой радостный и с восторгом начинает рассказывать вам, что купил себе КамАЗ. Ну, конечно же, грузовой КамАЗ. Ну, чтобы отвозить детей в садик, а потом ездить на работу в офис, а по выходным выезжать с семьей за город погребы. Я думаю, вы с трудом удержитесь, чтобы не покрутить пальцем у виска. Вам, грубо говоря, понадобится 117,5 кирпичей. Сюда пошло ровно 40 килограмм огнеупорного цемента. Так вот, главная всеобщая ошибка – это тепловая мощность тандыра. Ведь тандыр, по своей сути, это аккумулятор тепла. И чтобы он это тепло отдал вашим продуктам, его нужно предварительно нагреть до 250 градусов, но это как минимум. На меньших же температурах тандыр не работает. Вернее, он работает, но совсем не так, как вы об этом мечтали. В нормально разогретом полутонном тандыре за один раз можно запечь барана целиком. Но скажите мне, в бытовых семейных условиях часто ли, вот у вас лично, возникала необходимость единовременного запекания целого барана? Но фишка здесь в том, что даже если вам нужно всего лишь запечь пару куриц или там 2-5 килограммов шашлыка, греть этот полутонник тяжеловес придется как для целого барана. Это очень существенные расходы, если, конечно, вы не работаете лесником или вы не владелец пилорамы. Не заморачиваясь точными расчетами, а полагаясь всего лишь на практический опыт, я вам довольно точно скажу, что, чтобы нагреть полутонный тандыр от 0 до 250 градусов, вам понадобится, но вы лучше сядьте, если сейчас стоите, вам понадобится 7-10 охапок дров за один раз, а если 4 раза в месяц по числу выходных дней, а 12 месяцев в году, посчитали, прослезились? Так вот, конкретно этот красавец тандыр идеально подходит для пекарни, какого-то кафе, там, где он будет запекать большие партии продуктов, там, где он не будет успевать остывать. А вот для личного пользования его удел быть понтовым украшением двора, потому что за год он сожрет дров ровно столько же, сколько расходуется на утопление частного дома за 2 зимних месяца. И в этом случае ничего в этом тандыре исправить уже не получится, только разобрать, потому что нагревать его наполовину требуемого, это не выход. Вот посмотрите, какие бледные получились у них крылышки в тандыре. Нет-нет, они не сырые, просто тандыр не был нагрет до нужной температуры. И вместо того, чтобы запекаться, крылышки просто варились в собственном соку при низкой температуре. Так что же делать? Как не ошибиться и при проектировании своего собственного тандыра правильно рассчитать его тепловую мощность? Да все очень просто. Используйте коэффициент 10. 10 килограммов веса тандыра при нагреве от 250 градусов запекут 1 килограмм мяса. 100 килограммовый тандыр запечет 10 килограммов мяса. Соответственно, как я и говорил, тандыр из канала Окно в Европу при нормальном нагреве запечет около 50 килограммов мяса. И уж явно не те несколько килограммов бледных крылышек. Все, с теорией покончено. И в следующих видео я покажу вам постройку двух моделей экономных тандыров для частного пользования. Почти без затрат. Этот ролик это как бы предисловие к самому интересному материалу, который будет впереди. И этого материала будет намного больше, чем то, что вы сейчас вот видели. А сейчас, ребята, у вас осталось всего лишь несколько секунд, чтобы нажать кнопочку подписаться, а следом нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе наших новых видео. Продолжение следует...